привет друзья на связи вы и сегодня мы поговорим с вами о том как работать из дома и в первую очередь это видео подойдет не тем кто решил связать свою жизнь с фрилансом и всегда работать удаленно а тем кто в силу определенных обстоятельств ну например как сейчас эпидемии вируса вынужден уйти из офиса и работать из дома наша небольшая видеоинструкция пригодится на случай карантина как сейчас или какого-нибудь не знаю зумби апокалипсиса многие российские компании тем более международные уже переводят своих сотрудников на удаленный формат работы сажают их под домашний арест не подумайте мы против паники рекомендуем перейти вам по ссылкам в описании ознакомиться с популярными статьями аналитическими данными они дают понятное объективное описание текущей ситуации и помогут вам приготовиться к возможным проблемам и так перейдем к сути если вы работаете удаленно по каким-то личным обстоятельствам или из-за эпидемии нам сейчас это абсолютно не важно вам пригодятся несколько советов я в своем инстаграме задал вопрос о том какие у начинающих удаленщиков возникают проблемы кстати может подписаться на мой инстаграм там периодически возникают какие-то интересные дискуссии обсуждаются популярные какие-то вопросы как по дизайну так и на какие-то отстраненные темы ну и собственно на основе того какие вопросы мне задавали подписчики я решил подготовить это видео но перед тем как мы начнем хочу рассказать вам о нашем онлайн-курсе по веб-дизайну он стартует каждую неделю длится ровно месяц за это время наши студенты успевают узнать все что нужно начинающему дизайнер для того чтобы развиваться в этой сфере а также выполняет 4 домашние работы каждый из которых разбирается нами просто основательно до деталей и в итоге эти домашки складываются в полноценный кейс полноценный проект который наш студент может положить себе в портфолио в описании под видео также имеется ссылка на страничку нашего курса переходите узнавайте подробнее и с пользой проводите время на карантине но мы начинаем и любой рабочий день неважно в офисе или дома начинается в первую очередь пробуждение с одной стороны кажется все намного проще не нужно тратить дополнительное время просыпаться раньше не нужно тратить целый час для того чтобы добраться до работы можно спать намного дольше но вот в этом самом комфорте как раз таки и кроется главная проблема всех кто работает на удаленке и правило номер один не приравнивайте работу на дому и проживание это касается абсолютно всего не подавайте себя поблажек по сну не ходите дома в пижаме не отдыхайте на диване не включайте телевизор даже если вы находитесь дома ваши мозги постоянно должны быть в работе с девяти до шести и любое другое время вы можете обсудить это с руководством об этом я расскажу чуть позже вообще я рекомендую вам продолжать просыпаться в то же самое время в которое вы обычно вставали на работу а свободные вот эти лишние 30 60 минут тратить на утренний ритуал и я серьезно это действительно работает для этого вам нужно определить штуки которые помогают вам взбодриться а еще лучше который мотивирует вас и заряжают и здесь тоже может быть абсолютно все что угодно ваш любимый завтрак контрастный душ или там танцы перед зеркалом что угодно вот например как выглядит мой ритуал я просыпаюсь и встаю и первое что я делаю это открываю шторы и включаю музыку погромче как правило это что-то такое из урока типа и сидит потом я беру свою любимую кружку наливаю мне горячий чай воду или сок что угодно и выхожу на улицу гулять с собакой так как он у меня умеет гулять сам по себе у меня есть лишние там 10-15 минут для того чтобы сделать зарядку после возвращения домой у меня есть буквально пару минут для того чтобы полежать вот прям совсем немного почитать социальные сети посмотреть почту и дальше я сажусь за ноутбук и первое что я делаю я как правило открываю список всех статей которые меня собираются в единую ленту они сгруппированы меня по папкам статьи по дизайну по и иксу по разработке и так далее я просто пробегать по всему что нового по приходила за ночь после этого я беру свой блокнот записываю в него все задачи которые мне нужно сделать за день и собственно приступаю к работе расчищаю рабочий стол и начинаю фигачить да и кстати про рабочий стол главное что стоит здесь запомнить отдельный рабочий стол это must have для любого удаленщика если вы живете в квартире с кем-то еще определите правило определите конкретное место для себя так чтобы вас никто не беспокоил и самое главное никогда просто никогда не вздумайте работать в кровати на диване в ванной на кухне где угодно где вам максимально комфортно где вы расслаблены ваш мозг всегда должен быть сфокусирован на работе поэтому это должно быть отдельное рабочее место не стоит также забывать про освещение старайтесь не напрягать глаза иначе мрачное рабочее место в итоге у вас сформируют какие-то дурные ассоциации и у вас просто не будет желания работать самое главное методом проб и ошибок определить идеальное время и место для вашей работы то есть если вы понимаете что вы лучше всего работаете утром значит есть смысл просыпаться немного раньше для того чтобы ваши рабочие часы идеально совпадали с вашим ритмом или например наоборот если вы понимаете что заходите на кухню постоянно залипаетесь там социальных сетях значит стоит исключить этот пункт из своего рабочего ритма и тогда ваша продуктивность повысится в разы кстати о продуктивности для удаленщиков сегодня существует уйма разных лайфхаков и советов которые помогают повысить продуктивность и эффективность работы я выделил только те которые нравятся лично мне которые со мной работают первое это уведомление на время работы я рекомендую вам отключать все социальные сети мессенджеры и какие-то другие источники которые могут вас отвлечь от работы телеграмм инстаграмм вконтакте и так далее к черту все это если по каким-то причинам ваша работа завязана на определенном мессенджере где вы также переписываетесь и с друзьями рекомендуется замьютить просто особо активные диалоги для того чтобы во время работы все-таки продолжать получать сообщение от коллег но не отвлекаться на различные мемасики и шутки для всего этого вас будут перерывы постоянно работать у вас в любом случае не получится поэтому не забывайте делать перерывы вспомните как вы обычно работали в офисе вы периодически ходили попить кофе размяться покурить или пообщаться с коллегами и так далее здесь этого тоже никто не отменял техник планирования рабочего времени также существует там наверно десятки можете взять любую из них за основу например самая популярная и понятная на мой взгляд эта техника которая называется помодора она берет свое название вот такого маленького кухонного таймера который раньше выпускался в виде такого красного помидорчика как это работает начале дня вы записываете все свои задачи в единый список и запускаете таймер как правило вы там сами устанавливаете время но может длиться 20-30 минут по окончании таймера у вас звенит таймер это прям фиксированный четкий период времени вы можете сделать перерыв 3-5 минут и так до тех пор пока задачи в вашем списке не закончится каждые три-четыре таких вот помидорчик рекомендуется делать перерыв побольше примерно там 15-20-30 минут опять же вы устанавливаете это сами для работы в таком режиме существует уйма различных приложений и сайтов вы можете просто забить в гугле помодора трекер или помодора таймер и выбрать тот который вам понравится и по дизайну и по функционалу и наконец мой любимый вариант это вознаграждение за определенные этапы работ например выполнили задачу теперь можете съесть конфетку дайте мне конфету нету ручек нет конфетки лично я каждый вторник записываю разбор домашних работ для студентов нашего курса по веб-дизайну их как правило накапливается около десяти я начинаю самых сложных одну записал чем-то себя подбодрил вторую записал съел печеньку или что-то еще лично со мной еда работает просто на ура как только я добрался до середины всех домашек я могу позволить себе что-то посерьезнее например выпить банк уколы или заказать доставку думаю принцип вы поняли выполняете какой-то определенный этап работ и вознаграждаете себя ну и наконец последний важный аспект о котором меня спрашивали в инстаграме это общение во время работы у вас однозначно может возникнуть множество проблем особенно если вы ранее на удаленке не работали ну типа с кем общаться как не сойти дома в четырех стенах да как через что общаться и так далее очень много вопросов очень мало ответов давайте попробуем разобраться первое это коммуникации в команде потому что это тоже важно если вы все работаете в разное время и в разных условиях на удаленке такое часто бывает предложить руководством или просто всей команде созвониться пообщаться провести опросы и выбрать какие-то определенные чиселы в которой вся команда будет доступна это поможет вам не ждать когда определенный сотрудник наконец-то уже появится в сети а знать что вот конкретное чёткое время вы сможете к нему обратиться за помощью также не стоит на карантине забывать про неформальное общение его очень часто не хватает особенно опять же повторюсь тем кто неожиданно перешел на удаленку не успел к этому подготовиться если у вас есть друзья или коллеги с которыми вы привыкли общаться рекомендую вам тоже с ними связаться с писаться и выбрать на каждый день или там через день определенный временной промежуток полчаса допустим с 3 часов до 3 30 договориться что в это время вы всегда можете друг другу позвонить пообщаться и так далее опять же благодаря этому вам не нужно будет ждать когда ваш друг освободиться по работе вы сможете состыковаться и пообщаться по телефону или в мессенджерах покидать друг другу мемасики и расслабиться если вдруг у вас не какой-то жесткий карантин и в вашем городе допустим открытые торговые центры или спортзал вы можете потратить лишний час или потратить свой обеденный перерыв для того чтобы сходить куда-то где есть еще другие люди не обязательно общаться просто сам факт того что вокруг вас будут люди и вы будете не заперты в своей квартире он уже немножечко расслабляет мозги в этом плане и наконец определите четкие временные рамки в которой вы работаете рекомендуется и даже обсудить и закрепите вместе с руководством все остальное время вне этих рамок вы посвящаете себе своим родным друзьям семье и так далее это очень важно потому что многие удаленщики которые работают из дома теряют счет времени и просто погружаются в работу и могут сидеть до полуночи не забывайте что подобный карантин это как-никак крутая возможность для того чтобы заняться саморазвитием или посмотреть какой-то фильм который давно планировали или там почитать книгу которая давно лежит на полке главный совет которым я хотел бы поделиться с вами под конец видео stay home как говорится сидите дома не забывайте что такой жесткий карантин это лишь временная мера несколько недель проведенных вами дома возможно сохранят несколько сотен жизней используйте свое время правильно и не болейте не забывайте подписаться на этот канал если вам понравилось видео ставьте лайк также не забывайте подписываться на другие наши социальные сети в контакте телеграм и фейсбук там мы регулярно публикуем полезный контент на тему веб-дизайна и удаленной работы ну а с вами был валерий алексеев пока